Продать и сократить. Одним из трендов 2019-го стало неудержимое желание некоторых региональных чиновников сэкономить бюджетные деньги. Что из этого вышло? Михаил Сафонов продолжит. Они ушли в Аскезу. Это о некоторых губернаторах и мэрах. В основном новоизбранных. Главная идея их правления – экономить на всем, что можно. Например, глава Владимирской области Владимир Сипягин. Он сменил на посту Светлану Орлову, чиновницу, прославившуюся своим видеообращением после первого тура. Орлова тогда покаялась перед электоратом, признала ошибки и пообещала исправить. Ее фразы вроде «где-то не доглядела» широко разошлись по просторам сети. И в итоге во втором туре она проиграла Сипягину. Новый глава задал курс на тотальную экономию, сократил с 10 до 8 количество вице-губернаторов, тем самым уменьшил расходы на аппарат. В командировке ездят на поезде и, как писали СМИ, наэкономил десятки миллионов рублей. Правда, для бюджета даже этого небогатого региона деньги небольшие. На некоторых статьях расходов сэкономить не получилось, рассказывает главный редактор сайта провладимир.ру Дмитрий Резников. Когда он приходил больше года назад в власть, он говорил, что «Вы знаете, я считаю, что нам не нужно свой собственный СМИ, на который мы тратим десятки миллионов рублей, вместо этого можно построить детский сад, и ко мне будет хватать перес-конференции». В итоге обещал перес-конференции Сипягин в должном объеме, как он обещал, раз в квартал не проводит. И с другой стороны, он тратит те же самые 50-60 миллионов рублей, точную цифру сейчас не скажу вам, на скидку, на собственный пиар. То есть оказалось, что он не так уж и экономит и при этом свои обещания не выполняет. Мое личное наблюдение, по многим публичным его жестам, он становится очень похож на своего предшественника. Правда. То есть разница в том, что она была дамой, а он вот мужчина у нас. Другой пример. Якутский мэр Сардана Афксентьева. Она, кстати, не только чиновница, но и популярный блогер. У нее в Инстаграме больше 100 тысяч подписчиков. И по этому показателю уступает только московскому мэру Собянину. У Сергея Семеновича примерно 600 тысяч фолловеров. А Афксентьева начала с того, что продала принадлежащие администрации дорогие внедорожники. И сократила представительские расходы, за что ее прозвали мэром здорового человека. Правда, не обошлось без неприятностей. Заместитель мэра попался на взятки в 114 миллионов рублей. Но в конце концов за всеми не углядишь. Можно ли назвать стремление чиновников экономить трендом? Вряд ли, говорит политолог Михаил Захаров. Речь идет об оппозиционных руководителях, которые победили на выборах с лозунгом «Сокращу расходы». Они, соответственно, одной из ставок своей предвыборной кампании, одним из лозунгов, делали. Как раз сокращение расходов на аппарат было одним из основных лозунгов их предвыборных кампаний. На деле это довольно дешевый популизм. Потому что в действительности такого типа сокращения не приводит, кроме неудобств в работе и росту неэффективности того самого аппарата, который сокращается. Эти чиновники, конечно, работают в правильном тренде. У нас общероссийское стремление урезать траты государевых людей. Например, недавно глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить госслужащих из персональных авто на такси. Верится в это, правда, с трудом. Но Силуанов был не первым. Три года назад в Сургуте избрали провластного мэра Вадима Шувалова. А два года назад, то есть задолго до федеральных властей, он предложил пересадить чиновников на такси. И действительно, пересадил, говорит главред сургутского портала СИА-пресс Дмитрий Щеглов. Тогда это позиционировалось как смелое и интересное прорывное решение нового на тот момент главы Вадима Шувалова. Он сказал, что пересадит полную массу чиновников с служебных машин на такси. На этом сэкономится определенное количество зарплат постоянных водителей. То есть они там не будут сидеть курить всеми днями и ждать, пока какой-то там рейс нужно будет совершить. Будет распродана основная масса парка. По сути, по большому счету, около там нескольких десятков миллионов рублей бюджет сургута сэкономил. Экономить, конечно, получается далеко не у всех. Хотя, если речь идет о личной экономии, то вот хороший пример. Однажды у томского замгубернатора украли миллион рублей. Он хотел вложить эти деньги в квартиру. А недавно выяснилось, что квартиру он таки купил. Она была в собственности у региона. И чиновник получил жилье в рассрочку. Без первого взноса и залога. На зависть всем ипотечникам. Следователи заводить дело не стали. Да и купил этот замгубернатора квартиру шесть лет назад. Тогда еще за государственные копейки не боролись. Так, как сейчас. Ну а что же касается новых экономов и экономок, то иногда они действуют и на пользу своих же собратьев. Вспомним еще раз, как Владимирский глава сократил две должности вице-губернаторов. Так вот, конкретные эти два поста в регионе считались уголовными. С этих кресел чиновники отправлялись в тюрьму за взятки. А теперь всем стало хорошо. И госслужащим, и избирателям. Индекс макарошек дорожают или нет? Больше года прошло с того момента, как уже бывшая министра труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что макарошки всегда стоят одинаково. Фраза прозвучала в контексте повышения мрут. Впоследствии Соколова уволили, а мы решили все-таки проверить, была ли она правая или нет. Индекс макарошек составил Евгений Пиличук. В октябре 2018 года теперь уже бывшая министра труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно для питания, сбалансированного и диетического. Но на эксперимент она не пойдет, так как статус министра не позволяет. Та самая фраза про макарошки прозвучала во время спора с депутатом местной областной думы Николаем Бондаренко. Я 20 лет не ем мясо, а каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые дорожают. Макарошки стоят всегда одинаково. Наталья Соколова после такого лишилась поста прямо на следующий день. Депутат Николай Бондаренко, тот самый, кто предлагал эксперимент, провел его в одиночку. Потерял 7 килограмм за месяц и заявил, что так питаться, конечно, нельзя. Всем известен индекс Биг Мака или индекс борща. Почему бы не вывести индекс макарошек и не проверить, была ли в словах экс-министра хотя бы толика правды. Открываем индекс потребительских цен на макароны от Растата. С 2007 года цены планомерно, но очень неспешно растут. Резкое повышение было только с 2014 на 2015 год, аж на 11 рублей. До 66 рублей за килограмм макарон из пшеничной муки высшего сорта. Связывали это прежде всего с плохим урожаем пшеницы. Последние три года средний показатель по стране 68 рублей. Но депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, проводивший эксперимент, говорит, что на цифры статистики ориентироваться не стоит. Наша страна ничего не дешевеет. На протяжении последних лет, из года в год, мы видим, как цены систематично увеличиваются. И, собственно, в том числе макароны не являются исключением. Министерство экономического развития, Рост, там, заявляет о минимальной инфляции нашей страны, там, в 3 тысячи процентах. Однако мы должны понять, что реальная инфляция, в первую очередь, продуктовая инфляция, составляет, наверное, десятки процентов. Жители это видят с неволоженным взглядом каждый день. Возьмем макароны «Самые дешевые» и «Премиум-класс». В Саратове самые дешевые ракушки 450 граммов, стоят 52 рубля. Самые дорогие импортные марки с добавлением в тесто яиц – 271 рубль за 350 граммов. Средняя цена – 64 рубля. В Москве дешевые ракушки всего 44 рубля. Самые дорогие макароны – спагетти с чернилами каракатицы – 268 рублей за полкило. Средняя цена – 72 рубля. Житель Саратова Василий привык ориентироваться именно по среднему ценнику. С макарошками покупаю разные, особо на бренды внимания не обращаю. Ну вот вчера сходил в Ашан, купил за 40 чем-то рублей на макарошках, это нормально. Я взял не самые дорогие, но не самые дешевые. Самые дешевые не брать, потому что может попасть в что-нибудь несъедобное. Ну и самые дорогие, как бы, средств тоже не всегда хватает на это дело. Как бы они особо не употребляют, можно их употреблять в разном виде, можно просто сахаром намешать, кстати говоря. Не, ну а что, вкусная вещь тоже. Почему нет? На разные продукты есть скачки, но макароны – не этот случай. Самый весомый фактор в формировании цены макарон – не инфляция или же санкции, а урожай или не урожай пшеницы в конкретном году. Дорожает пшеница следом мука, следом макароны. Но есть причина, почему потребитель практически не замечает роста цен, отмечает эксперта в области исследований рынка Дина Григалая. Если посмотреть статистику Росстата по зерну, макаронные изделия, как и пшеница, на территории нашего государства растет в цене от года к году. То есть есть локальные спады, но принципиально дорожают. Пшеница – это вообще товар, связанный с сельским хозяйством, а значит с погодой, с климатом, со способностью сельского хозяйства перерабатывать эту продукцию и сохранять. Соответственно, это сказывается и на ценах на макаронные изделия. Другой вопрос, что у потребителя есть довольно широкий выбор в разных ценовых сегментах и в разном качестве этого продукта. Так что ответ на вопрос, права ли была экс-министр Соколова, конечно, была не права. Макарошки дорожают, просто зачастую потребители не обращают на это внимания. Раз макароны входят в потребительскую корзину, рост цен на них, как правило, весьма незначительный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова